Добрый день! Я хочу рассказать про довольно удивительную ситуацию с Нобелевской премией по химии, поскольку она, по сути, является намного более физической, чем премия по физике, которая только что обсуждалась. Она была присуждена трем ученым, это Эрик Бейтс, Тефан Хелл и Гелим Мернер, за создание так называемой флюоресентной суперразрешающей микроскопии. И слова очень короткие, и я хочу пояснить, что это значит и каким образом вот этим людям удалось преодолеть так называемый дифорционный предел, который ограничивал разрешение микроскопии на протяжении... Ну, он ограничивал всегда, но знали люди о нем на протяжении более ста лет. Для этого сначала обратимся к тому, каким образом, не то чтобы мы видим, а как хорошо мы разрешаем какие-то предметы. Вот, например, если просто мы смотрим невооруженным глазом какой-то объект, то мы более-менее легко различаем объекты размером порядка 100 микронов. Если мы возьмем увеличительное стекло, то тогда нашему взору будут доступны размеры порядка 10 микронов. Если мы еще в лучшем ситуации возьмем какой-то микроскопический объектив, то масштабы, которые мы сможем различать, они уже приблизятся к 1 микрону или даже меньше. В чем же разница между этими случаями и есть ли у нас возможность продвинуться дальше по пути увеличения разрешения? Собственно, основная разница здесь заключается в области фокусировки. Видно, что в области фокуса лучи, которые мы наблюдаем, расходятся под разными углами. И здесь проявляется волновая природа света и явление дифракции, которое, собственно, определяется этой волновой природой. И чем меньший объект мы хотим наблюдать, тем большие углы мы должны фиксировать. Таким образом, у нас есть фундаментальное ограничение, то, что волновая природа света и явление дифракции ограничивает нам разрешающую способность оптических систем. И в начале, в конце 19 века было сформулировано так называемое понятие, что это дифракционный предел разрешения. Его определили приблизительно как половина длины волны того света, излучение которого мы хотим наблюдать. Более точно эта формула выглядит как длина волны делить на два показателя преломления умножить на синус угла расходимости излучения, которого мы наблюдаем. Вот, собственно, это угол альфа. И можно проиллюстрировать, к чему это приводит на практике. Что можно сфокусировать видимое излучение в поперечном направлении, например, в 250 нм. И в глубину мы можем получить размер порядка 550 нм. Здесь приведено изображение некоторых таких структур из длинных, видимо, белковых полосочек светящихся. И проиллюстрировано, что вот в этом месте, где полосочка А находится, мы хорошо различаем две структуры. Где находится полосочка Б, мы знаем, что их там две, но не видим их. Мы видим только один единственный оклик. На масштабе каких-то объектов можно проиллюстрировать следующим образом. В районе 10 микрон находится характерный масштаб клеток млекопитающих. То есть мы с вами стоим из клеток приблизительно такого масштаба. Бактерии приближаются к масштабу 1 микрон. И дифракционный предел находится на уровне 200 нм, что соответствует размеру митохондрии, который является топливным, энергетической фабрикой нашей клетки. Дальше при уменьшении масштаба появляются все более и более интересные объекты, которые очень хотелось бы разглядеть. В частности, это, например, вирусы, какие-то внутриклеточные белковые структуры, которые организуют жизнь клетки. Собственно, белки и нуклеиновые кислоты, из которых эти белки состоят. Конечно, человечество не стояло на месте, и были придуманы разные способы, как увеличить разрешение микроскопии. В частности, есть всем известный электронный микроскоп, который имеет разрешение много больше, чем дифракционный предел в видимом свете. Но электронный микроскоп требует, во-первых, очень особенной подготовки препарата и фактически не может быть использован в живых организмах. То есть мы не можем смотреть, что происходит в живом организме, в живой клетке, как взаимодействуют ее части, как происходит обмен веществ и так далее. Поэтому люди пытались добиться повышения разрешения оптическими методами. И здесь есть два основных направления. Это метод дальнего поля и ближнего поля. Их разделить можно таким образом, что если мы наблюдаем объект на расстоянии больше или много больше, чем длина волны излучения, то это метод дальнего поля. Если нам необходимо к нашему инструменту приблизить объект на расстоянии меньше длины волны, то это методы ближнего поля. Итак, у нас есть из методов дальнего поля конфокальной микроскопии, когда мы облучаем и объекты принимаем рассеянные излучения по одному и тому же тракту. То есть остро сначала фокусируем излучение и принимаем рассеянные через тот же путь. Есть многофотонная микроскопия. Она позволяет с помощью нелинейных свойств преобразования света существенным образом увеличить разрешение по глубине. Есть 4P микроскопия, которая использует применение микроскопических объективов фактически с двух сторон. То есть мы объект подмечаем между двумя объективами очень высокого числа апертуры и используем излучение, грубо говоря, как сверху, так снизу, которое излучается объектом. Есть микроскопия с структурированным излучением. В этом случае объект облучается специальными полосочками, и это позволяет очень хитрым способом повысить разрешение. Также есть методы ближнего поля, которые имеют свои преимущества и недостатки. В любом случае получается так, что каждый из этих методов повышает разрешение. Но он это делает либо по одной координате, либо это повышение разрешения относится только к поверхности, или метод может наблюдать только очень приповерхностные слои объекта. А то, что находится внутри живого организма, или внутри клетки, которая довольно толстая, мы такими способами наблюдать не можем. И тут мы переходим к самому интересному. Стефан Хилл еще в начале 90-х годов был одержим идеей преодоления дифракционного предела в оптике. И он просто очень хотел это сделать. Он не знал, каким способом, но желание преодолеть дифракционный предел постоянно находилось в его голове. И как-то в 1993 году, листая учебник, он наткнулся на фразу «вынужденное излучение». Из квантовой теории известно, что когда молекула или атом находится в возбужденном состоянии, он может испускать самопроизвольно квант света. Но этот же квант света можно заставить атом излучить. И это называется «вынужденное излучение». И этот момент сыграл ключевую роль в создании одного из методов сверхразрешающей микроскопии. Уже буквально в следующем году Хилл опубликовал статью с изложением предложенного им метода. Но только к 2000 году он смог продемонстрировать этот метод экспериментально. Но надо сказать, что прошло всего 10 лет с 1990 года по 2000, за которые эта идея родилась и воплотилась в жизнь. Как же это работает? Допустим, у нас есть невозбужденное и возбужденное состояние в каком-то флорафоре. Если мы на объект светим цветом длиной волны, соответствующим, достаточно энергичным, чтобы возбудить верхние уровни этого вещества, то потом мы можем получить флюоресенцию, когда есть спонтанный переход с верхнего уровня на нижний. И вот еще раз мы светим, потом мы получаем флюоресенцию. Мы видим, как вещество самопроизвольно испускает свет. И если мы посветим... Этот объект состоит из большого количества молекул, каждый из которых может испускать свет. Мы фактически не можем светить более точно, чем дифракционный предел. И испускать этот объект будет из той же области, куда мы посветим. Поэтому было бы очень заманчиво взять и убрать инверсию практически изо всех мест и оставить только очень маленькую зону, в которой эта инверсия бы оставалась. Когда получится, что светить сможет только очень-очень маленькая зона, которая могла бы быть много меньшей длины волны. Вопрос в том, как ты сделал. И тут фактически, можно сказать, главное изобретение. Хелл придумал, как можно снять инверсию со всей остальной области пространства, кроме маленькой зоны посередине. Это специальный пучок специальной формы, который имеет тождественную ноль интенсивности посередине. Что происходит, если мы начнем светить таким пучком на объект, у которого возбужден флюорофор? Мы фактически будем снимать инверсию везде, куда попадает этот свет. И он не будет попадать посередине, потому что там ноль поля. И значит, мы не будем снимать инверсию в этой самой середине. И значит, у нас сможет светиться после этого только маленькая область, которая находится в центре. На следующем слайде есть не очень простая диаграмма, как все это устроено. У нас есть микроскоп. Мы светим светом, который возбуждает верхние уровни. Вот у нее такое пятнышко есть. А сверху, параллельно, мы светим светом, который приготовлен в специальном способе. Здесь в красном нарисовано распределение поля вот этого света, который будет снимать инверсию. Это специальный пучок, который в результате оставляет инверсию в флюорофоре только в маленькой области. И чем больше мы повышаем мощность этого дополнительного пучка света, тем меньше область оставляет у себя возможность светиться. Далее, раз мы приготовили такую маленькую область, то это фактически одна небольшая точка. Нам приходится применять сканирование. То есть вот у нас есть какой-то объект. Если бы мы смотрели на него обычный флюорофоритетный микроскоп, мы бы видели какую-то непонятную коллекцию без внутренней структуры. А в специальном комбинации, которые называются стетом микроскопии, мы можем единовременно наблюдать только очень маленькую область пространства. Но сканируя по образцу, мы можем последовательно записывать вот эти точки, которые светились. После этого восстанавливать полное изображение объекта. Вот в частности пример, насколько повышается детализация изображения при использовании метода стетом микроскопии. На левом рисунке изображение получено фактически с дифференционным пределом на очень хорошем конфокальном микроскопе. А на правом рисунке то же самое изображение, полученное методом стетом микроскопии. Здесь надо отметить, что разрешение в данном случае улучшено на величину, которая определяется соотношением мощности вот этих двух пучков. Пучка возбуждения и пучка снятия инверсии. И фактически данный способ не имеет теоретического предела улучшения разрешения. Он имеет технические ограничения некоторые, но теоретический предел снят насовсем. Дальше я хочу привести пример просто очень красивых картинок, которые показывают, насколько повышается реальное разрешение для всевозможных объектов. Это был один из методов повышения разрешения во флуоресцентной микроскопии, который относился к многомолекулярному объекту, где светится много молекул флюорофора. Следующий метод фактически можно назвать одномолекулярным, поскольку основой его является наблюдение отдельных молекул флюорофора. И длительное наблюдение статистическое позволяет построить в последующем изображении целого объекта. На самом деле история намного более древняя, чем здесь написано с 1999 года. Но мы не будем вдаваться в приоритеты и в Советском Союзе занимались флюоресцентными молекулами и видели гашение флюоресценции с помощью мощного лазерного излучения. Но в 1989 году Мернер впервые в мире пронаблюдал поглощение света единственной молекулой. Просто к тому времени техника развелась так хорошо, что это стало технически возможным. Независимо от него, и даже параллельно, и более того, занимаясь совершенно другими вещами, Эрик Бейтс, так же как и Хелл, тоже очень интересовался возможностью преодоления дефракционного предела в оптике. И тут ему в голову пришла очень интересная мысль, что если мы не можем видеть подробнее, чем дефракционный предел, но знаем, что там светится только одна молекула, то определить ее местонахождение можно намного лучше, чем размер дефракционного пятна. Ну, это достаточно понятно, что если у нас есть довольно большой предмет, мы же можем определить местоположение центра тяжести намного лучше, чем размер этого предмета. Вот, грубо говоря, идея была приблизительно в этом самом. А в 1995 году ему пришла в голову мысль, что если заставить молекулы светиться разным цветом, так, чтобы они располагались более-менее далеко друг от друга, то можно каждое из пятнышек определить местоположение каждого из пятнышек довольно хорошо, а потом из разных цветов составить, из молекул, которые светились разным цветом, составить разные точки, которые бы нарисовали объект целиком. Но так получилось, что придумав эту идею, он не смог дальше продолжить изыскание в этом направлении, и на некоторое время покинул научные занятия. А в 1997 году Мернер пронаблюдал спонтанное прекращение флюоресценции у GFP-белка. GFP – это Green Fluorescent Protein, то есть фактически белок зеленой флюоресценции. Он был выделен в свое время из медузы, из какой-то, и сейчас является одним из самых популярных белков для биологических исследований. И тогда же Мернер пронаблюдал не только спонтанное прекращение флюоресценции, но и возобновление этой флюоресценции при облучении коротковолновым излучением филетового диапазона. Это тоже возможность прекращения флюоресценции и потом снова ее включения явилась тоже ключевым моментом для создания вот этого метода одномолекулярной микроскопии. В 2005 году, что было, надо сказать, очень недавно, Бейтс, вернувшись в научные деятельности, читая научные статьи, наткнулся на вот эту возможность включения и выключения свечения молекул и понял, что можно вместо того, чтобы делать молекулы светящимися на разных цветах, заставить их светиться в разное время. И это фактически явилось ключевым моментом для создания вот этой вот новой микроскопии. И уже на следующий год Бейтс опубликовал статью с экспериментальными результатами, которые подтверждали, ну, фактически полностью подтверждали эту идею и являлись вот этим новым открытием. Не знаю, насколько будет понятна эта схема, но я сейчас пытаюсь немножечко объяснить. Здесь упрощенно нарисованы энергетические зоны в зеленом флюоресирующем белке. И обычная флюоресенция происходит, когда белок находится вот в этом вот состоянии А. Мы, используя длину волны излучения 488 нм, переводим его в возбужденное состояние. Он излучает квант света зеленого диапазона, переходит обратно в невозбужденное состояние. Так можно светить и наблюдать его свечение, светить светом возбуждения и наблюдать свечение белка довольно длительное время. Но он самопроизвольно может переходить в другое состояние, которое обозначено буквой И, в котором не происходит больше флюоресенции. Но она может снова начать происходить, если каким-то образом электрон перескочит обратно в состояние А. Но он может перескочить и в состоянии Н. Тогда флюоресенция не возникает больше никогда, до тех пор, пока мы не посветим ультрафиолетовым лазером длиной волны 45 на метр. И фактически эта диаграмма описывает то, как можно включать и выключать молекулы из рассмотрения. То есть, если у нас объект покрашен вот таким красителем, который мы можем выключить сначала весь, а потом включить только несколько молекул из всего объекта. Они будут светиться некоторое время, а потом самопроизвольно выключится. Мы их снова можем включить. Но вот в этот раз это будут уже другие молекулы, поскольку статистически практически невероятно, что включились те же самые. И они тоже посветятся какое-то время и снова выключатся. Таким образом, наблюдая на каждом из кадров некоторый набор светящихся пятнышек, мы можем знать, что эти молекулы, во-первых, принадлежат нашему объекту, а во-вторых, они каждый раз разные. То есть, это другие молекулы, не те, которые светились в предыдущем кадре. Здесь характерно то, что поскольку вероятность включения молекул очень мала, то мы можем предполагать, что они расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы знать, что в одном пятнышке находится только одна молекула. И тогда мы, определяя центр вот этого пятнышка, можем ставить точку на будущем изображении. Получая таких кадров достаточное количество, в результате суммируя их, мы получим изображение объекта с разрешением, которое многократно превосходит дифракционный предел. И вот этому есть некоторые иллюстрации. Фактически это одно из первых изображений, полученных таким методом. Слева, опять-таки, флюоресцентное изображение, полученное на очень хорошем микроскопе. Это фактически является пределом, достижимым для традиционной оптики. И справа, в середине, изображение, полученное методом, он называется либо Сторм, либо Палм, в зависимости от некоторых тонкостей. И справа вырезан кусочек, на котором шкала 0,2 микрона. Вот эта шкала соответствует величине того самого дифракционного предела, заглянуть вовнутрь которого представлялось невозможным буквально до 2006 года. Видно, как много элементов изображений видно на этом масштабе, и насколько это разрешение повышено. И здесь, опять-таки, в формуле для дифракционного предела есть некоторый коэффициент. Вот этот вот корень из n, n – это количество фотонов, которые мы приняли при излучении каждой молекулы. Чем больше фотонов мы примем при флюоресенции молекул, тем точнее мы можем определить место ее положения. Вот тут есть некоторые примеры изображений, полученные таким методом. Вот тоже очень красивое изображение, где, я так понимаю, что это нервные контакты, синапсы, когда нейроны контащат друг с другом посредством вот этих вот структур, я так сказал. На изображении, полученные обычным флюоресентным образом, мы не сможем видеть расположение каких-то определенных веществ справа или слева. Мы не можем знать, что они принадлежат синусу с этой стороны или с той стороны. Получая изображение в одномолекулярном режиме, мы можем выстраивать расположение молекул более точно, и видно, как вместо обычного флюоресентного изображения мы получаем структуры, которые нам очень красиво показывают, где эти молекулы располагались. Я хочу еще сказать пару слов про наши собственные изыскания в этой области. Мы никоим образом не претендуем на изобретение этого метода. Более того, мы стали им заниматься после того, как он стал уже хорошо известен. Но в нашей лаборатории ведутся исследования, которые используют методы с тормикроскопии в качестве основных, поскольку эта микроскопия является, с одной стороны, идеологически не очень сложной, она очень сложна технически, потому что надо уметь принимать очень маленькое количество фотонов, с одной стороны. С другой стороны, уметь из этого маленького количества фотонов и общего светового шума правильно локализовать молекулу флюорофора. К примеру, есть изображение какой-то биологической структуры, которая состоит из мелких-мелких полосков. Здесь приведено изображение, которое получено фактически с предельным дифференциальным разрешением в видимом диапазоне. И при получении изображения в втором режиме мы видим, что на каждом кадре светятся разные пятнышки, которые принадлежат этому изображению. Но видно, что ни из одного из них нельзя построить изображение, нельзя даже предположить, на что оно будет похоже. В результате, собирая эти пятнышки, локализуя каждое отдельно, и собирая их вместе, мы можем построить вот такую картинку, которая для сравнения показывает, насколько хорошо удалось повысить это разрешение. Собственно, я бы сказал, что основную свою часть я закончил. Единственное, что я хотел бы добавить, что, на удивление, простыми идеями люди пользуются для того, чтобы создать потрясающие прорывы в науке. И это находится так недалеко от нас по времени, что мы живем в то же самое время, когда людям приходят такие гениальнейшие идеи, и это так близко и так кажется доступно, что, мне кажется, это должно вдохновлять многих людей на следующие научные подвиги и свершения и так далее и тому подобное. Собственно, я все. Спасибо за внимание.